Издательство Эксмо. Софи Кинцелла. Просто люби жизнь. Читает Олеся Масальская. Памяти Сьюзан Камил. Один. Едва я тянусь к дверному звонку, как мой телефон издаёт звуковой сигнал входящего сообщения, и у меня в голове мгновенно возникает перекличка возможных вариантов. Кто-то из знакомых умер. Кто-то из знакомых выиграл в лотерею. Я опаздываю на встречу, о которой напрочь забыла. Блин. Я была свидетелем преступления и теперь должна дать очень конкретные, подробные показания о том, чего не могу вспомнить. Блин. Мой врач просматривала мои записи. Зачем? Не ясно. И кое-что нашла. Я не хочу вас беспокоить, но... Кто-то прислал мне цветы, и их забрал мой сосед. Знаменитость только что написала в Твиттере что-то, что мне нужно увидеть. Ох. Что? Но когда я достаю телефон, я вижу, что это сообщение от Сета, парня, с которым у меня было свидание на прошлой неделе, и который за весь вечер не сказал мне ни единого слова. Ни единого. У большинства парней противоположная проблема. Они бубнят о себе и своих блестящих достижениях, а когда вы оплачиваете свою половину счёта, спохватываются. Так, повтори, чем ты занимаешься? Но Сет лишь молча таращился на меня своими близко посаженными глазками, пока я нервно лепетала о тыквенном супе. Что он там написал? Хочет ещё одного свидания? Упс. При одной мысли об этом у меня скручивает желудок, а это знак. Одно из моих главных жизненных правил — прислушивайся к своему телу. Тело мудрое, тело знает. Ничего страшного, я его вежливо отошью. Отшивать я умею неплохо. Привет, Ава. Размыслив, я понял, что не могу продолжать наши отношения. О, хм, понимаю. Неважно. Я неспешно закатываю глаза. Хотя я понимаю, что он меня не видит. У меня есть очень слабая теория, что через телефон можно каким-то образом передавать эмоции. Я ни с кем не делилась этой теорией, потому что, на мой взгляд, большинство людей довольно узколобы. Даже мои лучшие друзья. Возможно, ты решила, что я тебе пишу, чтобы попросить о ещё одном свидании. И в этом случае мне жаль, что я вселил в тебя надежду. Надежду? Надежду? Ну, конечно. Ты захочешь знать причину. Что? Нет. Не захочу. Большое спасибо. Я имею в виду, что могу догадаться. Нет, вычеркните это. Не могу. В любом случае, почему я должна гадать? Кто захочет угадывать, почему кто-то не хочет с ним встречаться? Звучит как какое-то ужасное игровое телешоу под названием «Это потому, что у меня неприятный запах изо рта?» «У меня нет неприятного запаха изо рта. Что угодно, только не это. Боюсь, я не смогу встречаться с женщиной, которая считает, что у тыквенного супа есть душа». «Что?» Я в ярости смотрю на телефон. Он совершенно неправильно меня понял. Я не говорила, что у тыквенного супа есть душа. Я просто сказала, что, по моему мнению, стоит придерживаться широких взглядов на связь между физическим и духовным. Что я и делаю. Что нам всем стоит делать. Словно читая мои мысли, Гарольд сочувственно поскуливает и тычется носом мне в ногу. Видите, если это не доказательство, что все в мире взаимосвязано, то что же тогда доказательство? Я хочу написать в ответ. Извини, что недостаточно узколоба для твоего ограниченного взгляда на жизнь. Но это означало бы, что я прочитала его сообщения, а я их не читала. Ну хорошо, читала. Но дело в том, что я удаляю их из своего сознания. Все. Какой такой сет? Свидание. О чем вообще речь? Точно. Я звоню в дверь, а затем открываю дверь ключом, который дала мне Нелл. Мы все так делаем, на случай, если у Нелл приступ. Уже прошло некоторое время, но они могут коварно возникнуть на ровном месте. Нелл? Окликаю я. Привет. Она выходит в прихожую с широкой улыбкой и розовыми торчащими волосами. Ты снова покрасилась в розовый. Восклицаю я. Мило. 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 Мы все таки же темно-каштановые прямые волосы до плеч, которые так легко стягивать в конский хвост. Не то чтобы волосы сейчас действительно занимали мои мысли. Я на мгновение отвлеклась на сообщение Сета. Но теперь, когда я вошла в дом, у меня начало сжиматься горло. Я ощутила тяжесть в животе. Я бросаю взгляд на Гарольда, и он вопросительно поворачивает ко мне голову в своей очаровательной манере, от которой у меня начинает щипать в глазах. О боже, я действительно могу это сделать? Нелл садится на корточки и протягивает руки к Гарольду. Готова к отпуску? В мгновение Гарольд изучает ее, затем поворачивается, и его влажные кори глаза жалобно смотрят на меня. Те, кто считает, что собаки не понимают, что мы говорим и делаем, ошибаются, потому что Гарольд понимает. Он храбрится, но ему так же тяжело, как и мне. «Я не могу взять тебя в Италию, Гарольд», — говорю я, с трудом сглатывая. «Я тебе уже говорила, но это не займет много времени. Я обещаю. Неделя, и все». Его морда искажена душераздирающим выражением. «Почему ты так со мной поступаешь?» Хвост мягко постукивает по полу, ободряюще, с надеждой. Как будто я могу внезапно передумать, отменить рейс и пойти с ним играть. Я поклялась, что не буду плакать, но при взгляде на его выразительную, умную морду, меня переполняют слезы. «Мой Гарольд, лучший в мире бигль, лучшая в мире собака, лучшая в мире личность». «Гарольду не терпится остаться со мной», — твердо говорит Нелл, ведя нас в гостиную. «Верно, Гарольд?» В ответ Гарольд еще больше кривит морду и душераздирающе скулит. «Этой собаке место на сцене», — говорит Сарика с удивлением, глядя на него из-за своего ноутбука. Сарика на самом деле не любительница собак. Она это признает. Но она поклонница Гарольда. Невозможно познакомиться с Гарольдом и не стать его поклонницей. Я нашла Гарольда в Центре спасения четыре года назад, когда он был еще щенком. И это была мгновенная, абсолютная любовь. Он посмотрел на меня, его глаза заблестели, дыхание стало прерывистым и возбужденным, и он, казалось, произнес «Вот и ты! Я знал, что ты придешь!» Не скажу, что это было легкое плавание. До этого у меня никогда не было собаки. Я мечтала о ней в детстве, но мои родители были из тех, кто невнятно обещает, а потом ничего не происходит. Так что в деле ухода за собакой я была новичком. А Гарольд был новичком в том, чтобы за ним присматривали. Потому что, поверьте, за ним не присматривали те, кто бросил его на обочине А-414. А-414.